МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – «Что ты знаешь о защите персональных данных?» Сегодня на уроке вы узнаете, что такое персональные данные и какие они бывают. Какие опасности таит в себе интернет при использовании личной информации? Научитесь, как правильно вести себя в интернете, как беречь и защищать свои персональные данные. Итак, сегодня реальность во многом заменяется виртуальным миром. Мы знакомимся, общаемся и играем в интернете. У нас есть друзья, с которыми в настоящей жизни мы никогда не встречались, но доверяемся таким людям больше, чем близким. Мы создаем своего виртуального прототипа на страничках в социальных сетях, выкладывая информацию о себе. Используя электронные пространства, мы полагаем, что это безопасно, потому что мы делимся всего лишь информацией о себе, и к нашей обычной жизни вроде бы это не относится. Но на самом деле границы между абстрактной категорией информации и реальным человеком, носителем этой информации, размываются, а в ряде случаев исчезают вовсе. Например, электронная цифровая подпись, электронный файл, с помощью которых человек в информационно-коммуникационной среде может совершать те же действия, что и в жизни, подписывать и получать документы, совершать покупки, получать услуги через интернет-порталы. Информация о человеке, его персональные данные, сегодня превратились в дорогой товар, который используется по-разному. Кто-то использует эти данные для того, чтобы при помощи рекламы продать вам какую-то вещь, кому-то вы просто не нравитесь, и в интернете вас могут пытаться оскорбить, очернить, выставить вас в дурном свете, создать плохую репутацию и сделать изгоем в обществе. С помощью ваших персональных данных мошенники и воры могут украсть ваши данные, фотографии, переписку, документы, шантажировать вас и заставлять совершать какие-то действия. Кроме того, интернет таит в себе угрозы. Угрозы вовлечения детей в деструктивные группы, группы смерти, секты, азартные игры, террористические и экстремистские организации, угрозы зависимости от компьютерных игр и от социальных сетей. Сегодня репутация в интернете так же важна, как и в реальной жизни. Более того, репутация сети может напрямую влиять на реальную жизнь. Ни для кого не секрет, что большинство работодателей просматривают профили в социальных сетях потенциальных сотрудников при приеме на работу. Поэтому защита личной информации может приравниваться к защите реальной личности. И важно в первую очередь научиться правильно, безопасно обращаться со своими персональными данными. Что же такое персональные данные? Персональные данные представляют собой информацию о конкретном человеке. Это те данные, которые позволяют нам узнать человека в толпе, идентифицировать и определить как конкретную личность. Таких идентифицирующих данных огромное множество. К ним относятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место жительства, номер телефона, адрес электронной почты, фотографии, возраст, школа, класс и так далее. Так, если мы кому-то скажем свою фамилию, имя, отчество и адрес места жительства, то нас вполне может опознать как конкретное лицо. Но если мы исключим из этого набора данных фамилию или адрес места жительства, то понять, о каком человеке идет речь, будет невозможно. Получается, что персональные данные – это не просто ваша фамилия или имя. Персональные данные – это набор данных, их совокупность, которые позволяют идентифицировать вас. В целом можно сказать, что персональные данные – это совокупность данных, которые необходимы и достаточны для идентификации какого-то человека. К специальным персональным данным относятся расовая или национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья и прочие. Таким образом, специальные данные характеризуют наши взгляды, убеждения, мировоззрения. Они определяют нашу социальную принадлежность к определенным группам. Например, человек может сказать «Я демократ» или «Я христианин». По таким данным может сформировать представление о человеке. Следует заметить, что приведенный перечень персональных данных не является исчерпывающим и может включать в себя еще множество иных идентификационных данных. Например, биометрические персональные данные. Биометрические персональные данные представляют собой сведения о наших биологических особенностях. Эти данные уникальны. Они принадлежат только одному человеку и никогда не повторяются. Биометрические данные заложены в нас от рождения, самой природой. Они никем не присваиваются. Это просто закодированные информации о человеке, которую люди научились считывать. К таким данным относятся отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза, код ДНК или слепоголоса. Существуют персональные данные, которые представляют собой набор цифр. Благодаря такому набору цифр нас можно определить как конкретного человека, установить нашу личность. Такими персональными данными являются номер серия паспорта, СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета, ИНН, индивидуальный номер налогоплательщика, номер банковского счета, номер банковской карты. Такие кодовые данные представляют собой некий набор зашифрованной информации о человеке. Шифрование этих данных может производиться государством. Например, когда ребенку исполняется 14 лет, ему выдают паспорт. Такой паспорт содержит серию и номер, а также иную информацию. Шифрование может производиться банковской организацией. Например, номер банковской карты тоже индивидуальный. Он не повторяется и принадлежит исключительно держателю банковской карты. Кибербуллинг или киберзапугивание. Развитие коммуникационных технологий изменило нашу жизнь. Обычные процессы отношений между людьми с помощью интернета приобретают в цифровом мире новые особенности. Скорость распространения информации в сети интернет уже через мгновение позволяет делиться своими жизненными новостями, фотографиями и общаться с множеством людей. Доступ к размещаемой вами информации может быть ограничен только кругом вашего общения или быть доступным неограниченным кругу лица. Однако оборот личной информации в сети может приводить к проблемам, когда незнакомцы, прохожие или даже друзья используют информацию безответственно и без учета права на неприкосновенность частной жизни. Так появился кибербуллинг и возможность при помощи технологий проявлять негативные качества, делать это анонимно, не опасаясь ответной реакции. Основной площадкой кибербуллинга стали социальные сети. В них можно не только оскорблять человека в сообщениях, но и взламывать страницы жертвы или создавать поддельные страницы на имя жертвы, где размещается унизительный контент, распространяются обидные и непристойные сообщения. Независимо от формы проявления, кибербуллинг может причинить значительный вред жертве, а в крайних случаях привести к самым трагическим последствиям. Как и их коллег-хулиганов в физическом мире, киберхулиганов пытаются обидеть, перестать нарушать права других людей. Разница в том, что киберхулиганы в состоянии скрыть свою личность в интернете, что затрудняет возможность оперативного пресечения такой деятельности. Риски, которые влечет обмен информацией в интернете. Существует много каналов, по которым наши персональные данные попадают в интернет. Что-то выкладываем мы сами, что-то пишут о нас наши друзья и знакомые. Определенную информацию собирают приложения и онлайн-ресурсы. Все наши цифровые следы хранятся в наших компьютерах и смартфонах. Если вы хотите сохранить определенный уровень конфиденциальности и хорошую репутацию в сети, эти следы необходимо контролировать. Важно знать, что они хранятся и на серверах разработчиков приложений и онлайн ресурсов, и удалить их оттуда практически невозможно. Поэтому всегда надо крайне внимательно относиться к той информации, которую вы выкладываете в сеть, а также к тому, что вы делаете в интернете, какие ресурсы посещаете, какие файлы скачиваете, какие поисковые запросы делаете. Персональные данные, размещенные в сети интернет самим субъектом персональных данных, становятся общедоступными и доступ к ним получает неограниченный круг лиц. Причем в пользовательских соглашениях многих социальных сетей изначально поставлено условие согласия пользователей на общедоступность и согласие на право пользования персональными данными третьими лицами. Поэтому, регистрируясь в социальных сетях, необходимо внимательно читать условия регистрации и правила использования сайта. К сожалению, реальность такова, что люди выдают слишком много информации о себе в интернете, испытывая при этом ошибочное убеждение, что принадлежащая им информация является конфиденциальной. Но как только информация попадает в сеть, контролировать ее дальнейшее использование уже практически невозможно. Кто, когда и в каких целях может воспользоваться такими данными, прогнозировать невозможно. В интернете нет кнопки «Удалить», чтобы удалить информацию, размещенную вами. Вы можете пожалеть о создании, например, комментария в виде замечания по отношению к любому человеку, удалив его в течение часа. И крайне удивиться, что этот комментарий уже прочитан десятками или сотнями людей, и столько же людей перенаправили его по разным адресам. Возможно, вы осторожный и аккуратный человек, и прежде чем выложить фотографию или информацию в сеть, воспользовались настройками приватности. Соответственно, к информации, которую размещаете вы, имеет доступ пограниченный круг лиц, определенный вами. Однако, следует всегда знать и понимать, что вы не будете иметь никакого контроля в случае, когда ваши друзья скопировали информацию и распространили ее в дальнейшем, при этом не спросив вашего мнения или разрешения. Смартфоны с подключением к интернету и высоким качеством камер стали доступными и недорогими для среднего потребителя. Пользователи смартфонов часто становятся свидетелями различных инцидентов, которые происходят в общественной жизни и моментально публикуют снятое на фото или видео в интернете. Некоторые интернет-форумы пользуются популярностью среди своих пользователей благодаря так называемому мастерству раскрытия личности лиц, размещенных в онлайн-видеороликах. Даже если вы или ваши друзья оставляют в сети неструктурированную или разрозненную информацию о вас на разных сайтах, есть те, кто может находить способы собирать всю имеющуюся о вас информацию без вашего ведома. То, что вы говорите или что вы делаете в интернете, может повлечь за собой критику. Информация, которой вы поделились с другими, может стать мишенью для киберхулиганов. Они выставят вас на всеобщее обозрение, подвергнут вас суду за ваши онлайн-слова или действия и вынесут вам свой вердикт. Киберболинг также может произойти, когда злоумышленник создает ложную учетную запись жертвы и использует ее для отправления оскорбительных, агрессивных или неуместных сообщений на почту друзей и семьи, а также на аккаунты в социальных сетях, включая друзей, таким образом создавая впечатление, что сообщения были отправлены жертвой. Киберхулиганы могут специально создавать поводы, заставляя сердиться свою жертву до такой степени, что они рано или поздно отвечают разгневанным или оскорбительным замечаниям. После такой реакции киберхулиган может уведомить администратора ресурса о недопустимом содержимом и нарушении правил пользования услугами сети, после чего ваш аккаунт может быть заблокирован. Вы можете быть уверенными, что находитесь в безопасности от кибериздевательства, если вы никогда не раскрывали ваших личных данных в интернете. Тем не менее, поскольку интернет настолько проник в нашу обычную жизнь, любое лицо, интернет-пользователь или нет, является уязвимым к безответственному онлайн-поведению. В законодательстве отсутствует конкретное положение, предусматривающее ответственность за кибериздевательство. Это вызвано тем, что такая деятельность довольно широка и охватывает собой значительный перечень уже имеющихся составов преступлений и правонарушений. И это, в первую очередь, нарушение права на неприкосновенность частной жизни, выражающиеся в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Также, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть основанием для его умоления. Никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Например, сбор личных данных для преступных целей недопустим, потому что сама цель незаконна. Даже если данные предоставлены субъектом самостоятельно, это не дает права третьим лицам использовать такие данные по своему усмотрению. Цифровой след Каждое наше действие, совершаемое в сети интернет, оставляет определенный цифровой след. Такие следы оставляют информация, которую вы добровольно размещаете в сети интернет, например, фотографии в социальных сетях, высказывания на форумах, лайки новостей. Кроме того, цифровые следы оставляет та информация, о наличии которой вы можете не подозревать. Например, информация о посещенных сайтах, о совершенных покупках, о вашем географическом местоположении. Если обработать всю эту информацию, то получится очень точный портрет, который можно использовать для принятия решений в отношении конкретного человека. Например, направить ему адресную рекламу в соответствии с предпочтениями и лайками или отказать поступление на работу. Известны случаи, когда фотографии, размещенные пользователями в социальных сетях, приводили к увольнению сотрудников и потере престижной и высокооплачиваемой работы. Сегодня информационные технологии позволяют обрабатывать и анализировать огромные объемы данных для выявления новой информации, представляющей ценность для принятия различных решений. Представьте себе данные о следах всех пользователей сети интернет России или другой страны, которые они оставили за последние 10 лет. Это колоссальный объем информации, подлежащий обработке и анализу. Он получил название Big Date или Большие данные. При этом Большие данные получают не только благодаря вашим цифровым следам. Их добывают из иных источников, например, с помощью датчиков погоды или геолокационных систем. Как защитить гаджеты от твердоносных программ? Установите на гаджеты специальные почтовые фильтры и антивирусные программы. Они могут предотвратить прямые атаки и злоумышленников, так и атаки, использующие вредоносные приложения. Используйте только лицензионные программы. Чаще всего вирусами бывают заражены пиратские копии программ. Используйте проверенные сайты. Прежде чем вводить свои данные, убедитесь, что вы находитесь именно на том ресурсе, на который хотели попасть, а не поддельные фишинговые страницы, созданные мошенниками. Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера. Адрес поддельной страницы может отличаться всего на одну букву, которую легко не заметить. Систематически проверяйте свои домашние компьютеры на наличие вирусов. Делайте резервную копию важных данных. Периодически меняйте пароль от электронной почты, социальных сетей, форумов. При использовании мобильных устройств отключайте функции, которые не нужны в данный момент времени, например, геолокация или Wi-Fi. При установке приложений на мобильные устройства внимательно читайте условия пользовательского соглашения. Не стоит переходить на ресурсы по ссылкам, которые вы получили по электронной почте или в личной переписке и которые требуют ввода персональных данных. Многие из них ведут на поддельные сайты. Забейте адрес в адресную строку самостоятельно, а лучше используйте для поиска нужных ресурсов надежные поисковые системы, например, Яндекс. Прежде чем вводить персональные данные в интернете, убедитесь, что ресурс использует защищенное соединение. Если в адресной строке браузера присутствует иконка замка, а сам адрес начинается с аббревиатуры HTTPS вместо привычной HTTP, то такое соединение использует шифрование при передаче ваших персональных данных. Установите на всех устройствах самостоятельно или с помощью взрослых антивирусные программы. Они также помогут защититься от мошенников. Многие из них содержат базы данных опасных и ненадежных ресурсов и способны предупреждать о возможной опасности, блокируя переход по фишинговым ссылкам. Как общаться в сети? Старайтесь не выкладывать в интернет избыточную информацию. Фотографии, видео, фио, дату рождения, адрес дома, номер школы, телефон и иные данные или существенно сократите объем данных, которые публикуете в интернете. Не выкладывайте личную информацию в совместной фотографии и видео или иные данные о ваших друзьях в интернет без их разрешения. Прежде чем разместить информацию о друзьях в сети, узнайте, не возражают ли они, чтобы вы выложили данные. Прежде чем разгласить сведения о себе и своих близких, подумайте, действительно ли это необходимо. Например, при оформлении дисконтных карт, регистрации на каких-либо сайтах для игр, для получения или установки приложений на мобильные устройства. Не отправляйте свои персональные данные, а также свое видео и фото людям, с которыми вы познакомились в интернете, тем более, если вы не знаете их в реальной жизни. При общении с другими пользователями старайтесь быть вежливыми, деликатными, тактичными и дружелюбными. Не пишите грубостей, оскорблений. Читать такие высказывания так же неприятно, как и слышать. Старайтесь не реагировать на обидные комментарии, хамство и грубость других пользователей. Всегда пытайтесь уладить конфликты с пользователем мирным путем. Переведите все в шутку или прекратите общение с агрессивными пользователями. Ни в коем случае не отвечайте на агрессию тем же способом. Если решить проблему мирным путем не удалось, напишите жалобу администратору сайта, потребуйте заблокировать опитчика. Если администратор сайта отказался вам помочь, прекратите пользоваться таким ресурсом и удалите оттуда свои данные. Не используйте сеть для распространения сплетен, угроз и хулиганства. Не встречайтесь в реальной жизни с онлайн знакомыми, без разрешения родителей или в отсутствии взрослого человека. Если вы хотите встретиться с новым интернет-другом, постарайтесь пойти навстречу в сопровождении взрослого, которому вы доверяете. Как защитить персональные данные в сети? Ограничьте объем информации о себе, находящейся в интернете, удалите лишние фотографии, видео, адреса, номера телефонов, дату рождения, сведения о родных и близких и иную информацию. Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы познакомились в интернете и не знаете их в реальной жизни. Отправляя кому-либо свои персональные данные или конфиденциальную информацию, убедитесь в том, что адресат действительно тот, за кого себя выдает. Если в сети интернет кто-то просит предоставить ваши персональные данные, например, место жительства или номер школы, класса и иные данные, посоветуйтесь родителями или взрослым человеком, которому вы доверяете. Используйте только сложные пароли, разные на разных учетных записи Один плохо защищенный аккаунт может стать причиной взлома остальных аккаунтов. Нельзя использовать пароли, содержащие ваши фамилии, отчество, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты. Такой пароль очень легко и просто взломать, используя метод логического угадывания, проанализировав информацию, размещенную на ваших страницах. Хороший пароль это не только тот пароль, который сложно взломать, но и тот, который легко запомнить. Аккаунты взламываются либо методом логического угадывания, либо методом просто перебора. Использование длинных паролей, включающих в себя бессмысленно для других людей набор букв, цифр и специальных символов, усложнит задачу злоумышленников. Старайтесь периодически менять пароли. Особенно надежным должен быть пароль от электронной почты, который используется для регистрации на других ресурсах. Заведите себе два адреса электронной почты. Частный для переписки, приватный и малоизвестный, который вы никогда не публикуете в общедоступных источниках, и публичный для открытой деятельности, форумов, чатов. Не храните записанные пароли в общедоступных местах. Самое надежное место у вас в голове. По данным социологических исследований, каждый второй школьник сталкивался с проблемой взлома пароля в социальных сетях. Кому не сообщайте свои пароли, особенно малоизвестным людям. Работая на чужом компьютере, всегда используйте опцию «Чужой компьютер» или «Не сохранять пароль». Не доверяйте письмам и сообщениям о взломе ваших аккаунтов. Никогда не переходите по подозрительно длинным ссылкам, которые пришли к вам по электронной почте. Ограничьте объем личной информации, фотографии и документов, хранящихся в онлайн-хранилищах, в которых данные хранятся на многочисленных распределенных сети-серверах. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой с точки зрения пользователей один большой виртуальный сервер. На самом деле, такие серверы могут располагаться удаленно друг от друга географически, в том числе и за пределами Российской Федерации. Основным законом, определяющим порядок обработки персональных данных, является Федеральный закон о персональных данных номер 152 ФЗ, содержащий ряд принципов, помнить и знать которые необходимо каждому человеку, и особенно тем, кто активно использует свои персональные данные и личные информации в сети интернет. Эту и другую информацию вы можете найти на портале «Персональные данные дети». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова